Ну что, самый дорогой трэш в мире за деньги игроков на кикстартере. Вот итог такой. Потому что здесь великолепные идеи и ужасная реализация этих идей воплощения в геймплее. Поэтому оценку уставить, это конечно еще та задачка. Тим Шейпер просто трэшанул, трэшанул на всю индустрию. Я не знаю, что теперь будет с Психонавтами 2. Потому что здесь он так трэшанул, что у меня просто слов нет. Здесь все работает кое-как. Единственная ценность это ту музыку, за которую он заплатил. Да уж. 2 из 10? Вот знаете, я долго думал. Я сначала думал, что 8 из 10, потом может быть 5. Но я понимаю, что в этой игре она сломана. В плане того, что она просто много идей, которые куя-как реализовали. Единственный облагораживающий эффект. Почему, наверное, 2 из 10? То есть это вот 2 благодаря музыке. Потому что все остальное... То есть я вижу идею. Я вижу, например, идею по сюжету. Думаю, классная идея. И потом отвратная реализация. Потом я вижу открытый мир. Думаю, о, интересно, здесь есть открытый мир. Потом мне от него тошнит, потому что однообразные задания. И потом, знаете, гвоздь в прыжку гроба. Однообразные задания раз. Однообразные задания два. Однообразные задания три. Уже скоро финал. Однообразные задания четыре. И вот тебе одно классное задание, которое могли бы быть в этом мире. Такое чувство, как будто тебе, как минимум, показали, если сказать, скромно фигу. А может быть, что-то и посущественнее. Поэтому я считаю, что он трэшанул просто на все деньги мира. Поэтому, ну... Игра как стратегия. Ничего интересного делать. Да, то есть есть идея интересная. Под рок-музыку. Реализация ниже Плинтуса. Потом есть прокачка. Но некоторые прокачки в одних миссиях, они работают хорошо. В других миссиях, они, в принципе, прицел не работают. То есть ты стреляешь ракеты, ракеты идут выше прицела. Вот когда они становятся ракетницей-пулемет. То есть и вот так вся игра. То есть здесь работает, здесь не работает. Здесь что-то улучшил, помогло. А здесь что-то улучшил, вообще зря просто потратил. Как бы благословение по голову металла. И проблемы с сюжетом есть. Я думал, вот сюжет вытащит. Потому что поначалу тебя спасает сюжет. Ну да, тут все вот просто вот кошмар, кошмар. Это кошмар. Хотя бы сюжет, хотя бы сюжет. Потом в сюжете в болотах, короче, полное болото. Потом уже чуть-чуть выправляется. Уже интересно хотя бы немножко наблюдать. Поэтому, когда ты видишь идею второстепенных миссий, идею самой игры и сюжета, думаешь, классные идеи. Замечательная, отличная музыка. И реализация... Реализация, которую ты не отжидаешь от Шефера. Понимаете? Такое чувство, как будто он просто издевался. Вот правда, у меня были ощущения. У меня был и смех. Истерический. Благодаря его такому отношению. Так что два из десяти. Вот такие впечатления. У меня просто нет слов, понимаете. Я не могу благодарить за такую игру. Учитывая, что ее делали на деньги фанатов. Ну, в принципе... Отлично. Осталось немного дел, которые я хотел бы решить. Тут же тонкость в том, что я до сих пор даже не понял, как дракошек пробуждать. Ходьбаете? Так. Текущая миссия, вы здесь. А тут есть миссия, что ли? Подождите. А нам что-то еще надо? Я же все выполнил. Ну, понятно, нас по классике вернули в открытый мир. Ой, трэшанул так трэшанул. Просто на всю индустрию. Вы знаете, есть разработчики, которые видят, что, ну, есть шанс и выкладываются по полной, да? А кто-то вот может и трэшануть. Ну, каждому свое, как говорится. Я не понимаю, что он тут предлагает. То есть, вроде, говорит, здесь есть какая-то миссия. Брутальная кампания завершена. Довикос побежден. Брутальная земля вновь свободна. Пока. А, то есть просто он прощает. Ну, видите, я все выполнил. Нам делать тут нечего больше. Так что, да. Я очень хотел, на самом деле, в эту игру поиграть, потому что это игра, которая лучше всего получила поддержку на кисаторе денежки людей. Второй фейл, который теперь можно ждать, это Star Citizen. Он превзошел. До этого Team Shaper, типа, был, вот, понимаете, прежде чем трэшанул. А теперь ждем, когда трэшанет в Торпите. Зато нам всю индустрию, чтобы запомнили на века. Если не как искусственно, так как, как говорится, хороший трэшанук. Да, ладенько, мы прошли. Завтра будет StarCraft. Сейчас надо будет предупредить инженера. Но я думаю, он и так понимает, что завтра будет StarCraft. И вот скоро отправимся в Skyrim. Вы знаете, местами мне игра нравилась. Именно когда ты просто уже в ней, ну, смиряешься с тем, что она из себя представляет. Но когда шли титры, я просто думал о том, что в ней работает. А толком в ней ничего не работает. То есть позиционирования, ну, как бы ориентирования по карте удобной нету. Проработку сюжета. Ну, он трэшовый. То есть это вот полная вся игра трэш. И важен был финал. Вы знаете, я ждал финала. Я думаю, так, хорошо, это трэш. Я не ждал от Тима Шефера. Хорошо, он решил трэшануть. Ну, не знаю. Все деньги потратил на музыку. Бывает такое. Не рассчитал. Увлекся. Зато у него теперь очень отличная аудиотека, как и у нас с вами. А в выборе этой игре, да? Вот. Ну, как бы, а потом надо было что-то делать с пустым карманом. Ну, и вот он и сделал то, что мы сейчас имеем. Если нет, в кармане не хороша, так поможет тебе. Что-нибудь не поможет. Не буду выражаться, какой точкой спасали этот проект. Потому что иду, такое ощущение. Я не вижу денег ни в движке, которые были даны на эту игру. Я не вижу денег ни в команде, которая могла бы сделать, ну, хотя бы геймплей интересный. Ну, нет интересного геймплея. Есть только и великолепные задумки. Я не вижу сюжета интересного. Знаете, я уж думал, ну, Тим Шейфер умеет истории писать. Думаю, ну, хорошо. Хотя бы с финалом не подкачай. Ладно, вот ты в середине просел. Ну, бывает. Главное в любом выступлении. Начало и финал. Даже в рок-музыке. И вот я смотрю на этот финал и думаю, ну, ё-моё. Ну, да, я как бы... Ну, ты должен был сделать это круче. Учитывая, что ты, как говорится, на всем остальном уже сэкономил. После того, как все потратил на музыку. Так хотя бы... Хотя бы сделай сюжет. Если в кармане не гроша, пусть поет душа. Ну, понимаешь, а у него что-то другое пело почему-то на этом проекте. Ой. Конечно, вот такие впечатления, ребята. Вот такие впечатления. Да, не ожидал. Я потом вспоминал все канавты. Я помню, что да, там тоже игра уже устаревшая была, когда играл. Но она цепляла интересным, нестандартным сюжетом. Обезбашенностью. И здесь, понимаете, я думаю, ну как так? А потом я вижу, вот там была второстепенная уже... Это же мне мнение, я с вами поделюсь. Миссия про летучих мышей-вампиров. Вот такие бы сделал задания, вот, второстепенные. Уже бы я, наверное, 8 из 10 бы поставил. Вот хороший финал, да, да, может быть, и десятку поставил. Потому что я уже оценивал бы игру как трэш. Не как какой-то геймплейный вызов, а как вот обезбашенное какое-то такое авторское произведение. Вот как хочу, так и ворочу. Ну, а здесь... А здесь вроде это ощущение есть, что как хочу, так и ворочу. Но как-то это вот полсилы сделано. Типа, а что стараться, я и так уже заработал. Ну, а потом-то как ты заработаешь, если люди перестанут в тебя верить? Ну, как бы вот интересная, конечно, ситуация получилась. Интересная, конечно. Ну ладно, на этом все. Пойду набираться сил для следующей трансляции. Потому что, скорее всего, мне надо будет еще нарезать эту часть. Ну, как-то вот, да, у нас получается летсплеем игра. Ну, а для вас, если что, есть новая игра. Даже не знаю, рекомендовать или нет. Если вы готовы, как я, уходить в самые безвкусные игровые произведения, то, наверное, игра для вас сработает. Потому что в определенный момент, когда я привыкал к однотипности этих миссий, я как раз наслаждался музыкой и уходил. Именно такое, как бы, музыкальное приятное состояние. Такое, уже попустых мыслей. Потому что думать здесь, как бы, не надо. Это даже противопоказано. Потому что, если вы начните задумываться, чем вас кормят, то вас может стошнить. Поэтому жрите и молчите. Вот такой итог, да. Вот, надо было это сказать. Мне кажется, очень точное подытожение впечатлений. Жрите и молчите. Иначе будете блевать. Ну все, ребят. На этом на сегодня все. С вами была. Всем успехов. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok